Урон, предварительно оцениваемый только Луганску и окрестностям, без Донецка, он идет на миллиарды гривен. На миллиарды гривен. А ведь Луганск был далеко не бедным городом. А ведь Луганск входил в пятерку, можете себе представить, в пятерку самых дорогих по стоимости квартир городов Украины. Когда-то. Понимаете? То есть люди должны четко понять, что они имели и что они потеряли. Сесть, схватиться за голову и задуматься, что мне давала эта ненавистная Украина со своими пенсиями, зарплатами, с возможностью отдыхать в Крыму, на Азовском море и так далее. То есть худо-бедно, но какая-то социальная составляющая присутствовала. Здесь нет ничего. Есть попытка создать республиканский банк в ЛНР. Есть, если вы пройдетесь по Луганску, люди, которые сейчас там находятся, они постоянно, ну и мне, и на разные интернет-ресурсы, пересылают фотографии, пересылают видео. Одинокие улицы, красивые парки. То есть природа цветет, город живет. Но люди, которые могли бы использовать это богатство созидательно, люди вот в своей ненависти, в своей, скажем так, зашоренности, в том числе и идеологической, они не понимают, куда они идут. То есть, как написано в Библии, они не ведали, что они творили. Поэтому я предлагаю сделать так, как сделал в свое время Иисус Христос. Давайте выгоним фарисеев и саддукиев из храма. Давайте минимизируем вот этот элемент торгашества, элемент контрабанды. И начинать надо с нас, потому что мы, мы источник коррупции. Не надо показывать на власть. Власть такая, какие мы. Это наше олицетворение. Начинать нужно с себя. Поэтому вот я скажу по своей семье. Наша семья на сегодняшний день потеряла две квартиры, потеряла работу, перебивается с хлеба на воду, и плюс еще отец перенес свое тяжелое заболевание. И вот это то, что мы получили. Это вот эта благодарность нам от, если так сказать, с горькой иронии, от России, от наших братьев из-за границы. Вот это то, что мы получили. Вот люди просто должны каждый взять для себя, хоть ты пенсионер, хоть ты молодой человек, и подумать, что тебе даст эта бумажка, диплом ЛНР. Что тебе даст паспорт ЛНР. Что тебе дала Украина. То есть нужно людям, для того, чтобы построить нормальную страну, нужно воскресить свою память. Воскресить оригинальную, непредубежденную, незавуалированную телевизионными мифами и российской и украинской пропагандой память. И в этой памяти нужно отыскать себя. То есть что вообще такое сейчас представляет из себя Донбасс, в том числе и на примере Луганска. Донбасс это грандиозный эксперимент медиа-атаки на Украину, которая посредством также и вооруженных средств, средств вооружения привела к тому, что люди оказались, как сейчас говорят, зомбированы. Или, скажем так, одурманены этой пропагандой. Так вот, нужно четко понимать, что эта технология, эта медийная технология, она не нова, а она будет применяться и дальше. И до тех пор, пока Украина через своих граждан, через вот такие эфиры, как ваш эфир, на двух языках, с обязательным вещанием на украинском языке, с сохранением вещания на русском языке, не сформирует адекватное информационное поле на тех территориях, в первую очередь, которые освобождены, Краматорск, Славянск и так далее. И если это произойдет, люди будут приезжать и будут смотреть и понимать, как они живут здесь и как живет Луганск. Работают магазины в Славянске? Работают. Банкоматы работают? Работают. Детские садики работают? Работают. В Луганске за последнее время было уволено несколько сотен учителей, причем они увольнялись не рескриптами, они увольнялись по собственному желанию. Люди в мае месяце получили зарплату за зиму, то есть 3-4 месяца зарплаты, и то не в полном объеме. Люди получают пенсию в долларах. 55 долларов составляет пенсия в ЛНР. Человек идет платить 10% комиссии для того, чтобы ему эту пенсию выдали в гривнах. Это не издевательство, это издевательство.